Поехали. Всем привет. Я уже рассказывал несколько раз о таком чудесном решении, как Jenkins X. Запустил его несколько раз в продакшн, он работает, людям нравится, но в нем есть такой небольшой лимитейшн, который недавно определился с ним. Этот лимитейшн связан с тем, что он для small-medium бизнес, small-medium development такого плана. Потому что если мы разрабатываем на Jenkins X и пытаемся пропушивать нашу разработку в какие-нибудь большие кубернетисовские сущности, то получается, ну, с одной стороны, медленно, а с другой стороны, единственный вариант, который у меня получился с Federation сделать, это был на версии 1.9. И, ну, в общем, там была куча боли, куча огорчений и всего. Поэтому был у меня такой вариант research, как надо было выбрать, на базе чего же, еще можно разрабатывать. И недавно Microsoft представила такую разработку, такой свой solutions, как DevSpace. Основная особенность – это мы можем разрабатывать любое приложение, все, то есть это упрощение разработки для Dev Team. мы. Вот. Но сразу скажу, там есть свой огромный limitation. Это в том, что это именно для development, это не для pipeline continuous delivery. Поэтому вот этот limitation я озвучу вам в конце, вот, в сравнении. И поехали. Итак, что у нас имеется по… что общество представляет DevSpace? Здесь представлена картинка, честно взятая с сайта Microsoft, в котором описано, как интегрируется DevSpace в различные DevSpace и как потом можно через source control, через container registry, в принципе, пробрасывать для pipeline continuous development. вот. Но я, если честно, только сейчас разрабатываю схему проброски через Azure DevOps на базе TFS для создания continuous delivery функции. Поэтому пока на ней останавливаться не буду, экспириенса мало. А то, что вижу, то, что я столкнулся, с удовольствием поделюсь. Основная фича здесь является в том, что Microsoft перешел в Kubernetes, использует ее в виде platform as a service. Также Microsoft отлично увидел свои… отлично увидел в особенности в Helm-пэккеджинге, и что он может предоставлять готовый пакет в Kuber и готовый под, готовый deployment. Соответственно, он используется везде полностью. И из этого всего… не помню, кто там у них там высказал идею о том, что можно создавать DevSpace и выводить ее в продакшен. В реальности DevSpace представляет собой отдельный Kubernetes-кластер, в котором находится development space, ну, своеобразный namespace, если мы говорим со стороны Kubernetes, в котором несколько девелоперов могут разрабатывать свое приложение. Почему Azure DevSpace? Почему это так удобно? И почему Microsoft радеет за то, чтобы это было внедрено в жизнь? Ну, физически каждый член команды может не иметь… не будет привязан к своему development environment, то есть он получает себе какой-то сервис, который у него крутится в отдельном контейнере, дописывает к нему различные фичи, пушит его, и также он может его интегрировать с другими сервисами. Также DevSpace представляет собой своеобразный скелетон-он-код, который можно собрать с сайта Microsoft, сделать Azure DevSpace Preparer, он автоматически собирает HelmChart, Dockerfile, делает Continuous Docker Build и пушит контейнер в Container Registry, поэтому он доступен, и его можно запросто использовать. Следующий вопрос – это в том, что вот эти все контейнеры мы можем использовать, вернее, все это совместную разработку мы можем использовать не только один team member для разработки, если можно, может быть несколько человек, то есть каждый человек будет заниматься разработкой своего сервиса, потом будет сводный контейнер, который будет представлен в Azure Community Service для других девелоперов, которые уже могут интегрироваться с этим сервисом и писать дополнительную бизнес-логику. Ну и, соответственно, как и любой Kubernetes Namespace, этот Namespace может быть шар, то есть любой человек может оттуда забрать данные, работать с ним, и также, как и в любом Namespace, он может быть делегирован для определенной группы разработки, и также он может быть делегирован на определенную группу ресурсов. Это следует отметить, но мне это очень понравилось, вследствие того, что можно, к примеру, разделить группу разработки на ресурсов на базе DevOps Namespace. Соответственно, одна группа будет заниматься разработкой, к примеру, интегрейшн сервисов на базе каких-нибудь сервис-колов, другая группа будет заниматься сервисами, которые направлены на получение данных из базы данных. Ну, очень удобно, и также потом мы можем эти поды интегрировать в какой-то отдельный Namespace, который уже будет нам появляться интеграционным Namespace, он будет выступать в виде своеобразного интегрейшн-мэша. Удобно, хорошо. И, что самое главное, то есть он позволяет иметь распределенную команду, и в момент работы распределенной команды каждый человек может использовать все контейнеры, все ресурсы. Также может он дорабатывать свой отдельный контейнер, свой отдельный Dockerfile, свой отдельный Docker контейнер может дорабатывать у себя локально, экстракт, экстракт его с Azure Registry, и просто дописывая то, что ему надо у себя на своей локальной рабочей станции, потом создавая отдельный фронтчат и пушая его в Registry. Происходит очень удобно, очень легко, ну, буквально 2-3 команды. Кстати, вот чем отличается еще JenkinsX от Azure DevSpace, в DevSpace команд побольше, но каждая команда направлена на то, чтобы симплифицировать работу разработчика. То есть если разработчику, к примеру, нужно себе заэкстрактать один контейнер, он его может экстрактить одной командой. В JenkinsX мы для того, чтобы это сделать, мы должны будем выполнить scope команд, который нам будет направлен на то, чтобы мы должны будем в первую очередь забрать этот Dockerfile, сбилдать его себе и потом уже дальше работать с ним. Common Work Example, такая небольшая презентажка, как это все работает. То есть та же самая Сьюзи забирает себе какой-то контейнер с байками, сделанный, да, Джон забирает себе Reservation, они вместе выполняют разработку, связанную с интеграцией байка с Reservation, и в конце концов получают себе workflow, который позволяет работать с резервацией байков, и с самими велосипедами их там наличию, и с веб-сущностью, которая позволяет интегрироваться с пользователями. очень удобно, очень хорошо. Кстати, вот этот пример с байками доступен на сайте Microsoft. Кто хочет, может его скачать на Visual Code, попробовать там, над корием написан, очень легко все сделать. Давайте разберемся там с пререквестами, которые нам нужны для того, чтобы использовать Azure DevSpace. Ну, соответственно, Subscription, в моем случае, мне PSU Go Subscription на Azure, вот, CLI для того, чтобы мы могли потом залогиниться, и Helm. Если кто не знает, то на Azure Recuber не во всех регионах доступен, соответственно, нам бы должны подбирать регион, в котором он доступен. Ну, к примеру, в моем случае... У меня есть регион US-West, да. Он у меня доступен в регионе US-West. Нет, нет, East-US. Вот, и там я запустил себе AKS-кластер и настроил на него Azure DevSpace. То есть, в принципе, инсталляция достаточно легка и удобна. Вот так же самое, как у Jenkins X. То есть, с этой стороны они постарались, но в отличие от Jenkins X, они подвязали работу DevSpace только под Azure аккаунт. Список команд, которые нам потребуются для того, чтобы создать кластер. Команды взяты с сайта Microsoft, это доступно в свободном режиме, вы всегда их можете взять и использовать. Единственное, что... Ну, подбирайте регион, потому что есть некоторые регионы, в которых вроде бы как анонсировали эту фичу, а в реальности кубера там нет. Либо же там версия кубера, к примеру, есть некоторые регионы, в которых версия кубера на это доступна, это 1.10, 1.11. Не совсем хочется работать со старыми версиями, если что-то говорить. Ну и, соответственно, надо будет подбирать вам Node-size, как здесь указано. Вот так происходит. Соответственно, сделал скоб команд, то есть я их запустил, он мне создал мой ресурс-групп, какую-то мою сабскрипшен, да, видел, что все хорошо, потом я ему сказал, что я хочу создать Azure Kubernetes Services в своей ресурс-группе с именем MyAKS в местоположении EastUS. Он что-то начал делать, долго думал, и потом начал мне выдавать такие вещи, что на моем профиле был создан Azure Cluster с виртуальной машиной стандарт DSV2 с версией кубера 1.12.8. Какие-то там ключи Public Game мне выдал. Вот, показал мне мои эпичники, которые он мне выдал. И запустил его в свой продакшн. Соответственно, дальше, что мне надо было сделать, то есть я должен был подготовить себе DevSpace в своей ресурс-группе. Я их подготовил. Он мне сказал, что ему надо будет скачать дополнительные расширения для моего Basha, потом это расширение в Basha применил. Физически у меня DevSpace был готов. После готовности DevSpace появился у меня в Visual Code появился. Точнее так, у меня есть небольшой Frontend Project. Это сэмпл, который, в принципе, сейчас вам и буду демонстрировать. Что мы здесь имеем? Давайте просто разберем, что здесь есть. Это Docker файл, это Docker build. Есть не что иное, как для .NET Project. Здесь есть хелмчарты. Кстати, чтобы вы понимали, для того, чтобы хелмчарты заработали, надо сделать ACDS prepaid. То есть он подготавливает хелмчарты на основании тех данных, которые вы вводили для подготовки кластера. Собирает сам хелмчарт и собирает YAML файл, в котором он указывает, как мы будем билдаться. Здесь все сделано by default. Эти все значения возьмутся из values. Также часть значения возьмется из settings. Стандартный JSON. Все. Ну и, соответственно, он создает какую-то веб-апликуху. Посмотрим, что за веб-апликуху. ACDS app. Что происходит, когда мы делаем ACDS app? Выполняется Azure DevSpace app. Он читает хелмчарты наши. Он пушит Docker в Azure Registry, запускает его в IKS, создает там код на базе чартов. Ну, сейчас он пробежится. И потом он мне выдаст ссылочку, на которую мой веб-сайт будет доступен. Зайдем, посмотрим, что там происходит. Уже как-то он быстро все сделал. Первый раз старт достаточно долгий. Вы видите, что он мне создал здесь веб-фронтенд, название моего проекта. Home – это вот эта страничка. Здесь я уже немножко игрался с информацией в контактах. Я уже всегда дописал, что мы там на пейсмейкере с вами пообщаемся, что там будет интересно. Ну и, соответственно, здесь у нас есть NetCore. Давайте вот именно в эту область что-то добавим, посмотрим, как это все происходит. Секунду. Вспомните, он находится по контроллеру. Глянем. X-in-Cloud. Давайте мы добавим новый веб-обжект сюда. Картинку я закидывал или нет? Да, картинка есть. Мы можем просто добавить веб-обжект картинку, потом картинка уже прописана. Объект. Сохраняем. Сохраняем. Что он мне написал? Что он автоматически проапдейтил этот один файл в контейнере, то есть все изменения у меня произошли в онлайн-режиме. Он проапдейтил этот файл, сразу же пушнул контейнер в Azure Registry, и он у меня появляется автоматом в моем приложении. Что произошло у нас? Мы добавили сюда вот эту штучку пятую. Крива. Пойдем. Какие еще есть особенности у самого Azure Deluxe? Во-первых, я могу экстрактнуть этот контейнер и просто его разрабатывать локально у себя, разрабатывая просто в нем отдельные веб-сервисы. Также я могу этот контейнер впоследствии, то, что я планирую сделать через TFS, через Azure Registry, пропозить на какой-нибудь там тест-энваромент, в котором это будет тестироваться для связки, для конфигурации с другими контейнерами. Плюс DevSpace еще в том, что он полностью интегрирован в environment Microsoft, то есть, соответственно, он полностью интегрирован в Azure. То есть, если мы сейчас зайдем, посмотрим на сам кубер, который у меня здесь есть, то физически у меня в ресурсной группе находится только один кубернетис. Вот оно. Чуть-чуть ниже. Вот моя кейс, служба кубернетисам. Моя ресурсная группа. Под нее отведены минимум ресурсов какой-то. И под нее мне здесь как раз указано, что я использую DevSpace, которые у меня в нем уже развернуты сами. То есть, оно все развернуется автоматом одной-двумя командами. Пулы узлов, которые у меня здесь будут использованы, точнее, которые у меня здесь используются. У меня только один нод, вот. И, ну, впоследствии, если я захочу, то есть, я могу симплифицировать, поставив еще один кубер 1.12, став на него какой-то новый DevSpace, но это уже будет в другом, либо же в другом риджене, либо это будет в другой ресурсной группе. Здесь есть одна особенность, впоследствии, когда мне эта ресурсная группа уже будет не нужна, я собираюсь ее удалить, то есть, ну, в принципе, особенность Azure является в том, что внешний IP-адрес будет привязан к этой ресурсной группе, при удалении ресурсной группы внешний IP-адрес будет оставаться, ну, и он будет все время чаржить деньги с меня, поэтому, ну, или даже с вас, если вы решите себе это попробовать, чтобы вы были в курсе, ой, откуда у меня там счета приходят каждый месяц на 2-3 доллара, ну, вот, счета будут приходить именно с этого IP-шника. Средняя стоимость вот этих, вот этого DevSpace, это такой своеобразный DevSpace для того, чтобы вам показать, он не обойдется в порядка 7 долларов. сам, я его поднял вчера вечером, да, сегодня до вечера он будет существовать, в принципе, за день 7 долларов, для, любая development team может себе это позволить, это не те накладные ресурсы, не те накладные расходы, которые можно будет потом, ну, которые будет трудно потом возмещать. Удобство разработки, то есть физически вот эту саму, вот эту саму веб-форму, да, я получил себе с сайта Microsoft, но, в принципе, DevSpace сам может сформировать этот скелет. То же самое, что может сделать и Jenkins X. При формировании объектов и моделей, которые здесь используются, сам DevSpace в своей автоматической форме, то есть он сам подбирает сам Docker Image для создания Continuous Docker Build, для того, чтобы вы могли его использовать, к примеру, на Mac, вам добавить возможность использования Windows контейнеров и все, в принципе. Вот. Ну, просто обратите особо внимание, если мы говорим про Windows контейнер, который здесь указан, ASP.NET. Да, сам ASP.NET контейнер будет включать в себя просто один голый EIS без каких-нибудь additional EIS features. То есть, если вы зайдете внутрь этого контейнера, то вы увидите, что в стандартных фичах присутствует только один EIS. Если вам потребуется какие-нибудь поддержка integrated application пулов, то вам надо будет доставлять эти версии отдельно. Также, если мы говорим про сам контейнер, то часто контейнеры не включают в себя версию МСБилда, которая вам нужна, либо же версию .NET-билда, и их надо добавлять. Ну, здесь, в этом случае сам Microsoft на DevSpace хендлят эти вопросы, и, ну, я не заморачивался, если честно. То есть, я знал, что, вот, к примеру, контейнер ASP.NET у меня будет инкундать EIS, который мне нужен для того, чтобы разорвать мое приложение. Да, в SDK-шке. SDK-шка сможет мне сбилдать мой проект, затянув все зависимости. Там зависимости, да, посмотрите, какие там они есть. Время хотел. там и зависимости нету, здесь только зависимость от M4. Все. Окей, поехали дальше. Все контейнеры, в принципе, являются бейс-имеджами от самого Microsoft. Ну, просто для понимания, что контейнер, sorry, mstr, microsoft.com, .NET-контейнер, чаще всего включает в себя full, а, нет, стоп, это для версии 4, для .NET-а 4.62, 4.72, просто он включает в себя полностью весь образ Microsoft, есть такой контейнер порядка 11-12 гигов, .NET-овский контейнер, они меньше, они там порядка 200-300 мегабайт, поэтому easy to use, easy to work with them. По использованию DevSpace'ов на Windows никаких особенностей нету, есть особенность использования его в Linux-based environment, да, то есть на Mac'ах они тоже физически разработали, достаточно хорошо наклилили систему, в Linux'е надо ставить Omni, надо ставить Mono, для того, чтобы можно было вытягивать какие-то зависимости, соответственно, требуется ему Nuget будет обязательно, больше ничего такого я там не встречал, если потребуется какой-нибудь дебаггинг, то надо добавлять Azure DevOps дебаг, который есть, к примеру, Visual Studio, в Marketplace он есть, он бесплатный, если потребуется работа с контейнером на лету, поддерживается сразу, вот вам пример, который мы с вами сделали изменения, и оно сразу автоматом работало. Если какие-то изменения, которые требуются сделать на базе MVC, в таком случае потребуется rebuild, то есть, соответственно, потребуется пересборка контейнера, то есть, надо нам будет сделать Ctrl-C, он остановит наш контейнер, мы его билдаем назад, назад, и опять поднимаем его опять, и новый контейнер опять же пушится с изменениями в Azure Registry и запускается в АКС, в нашем DevSpace. Linkup предоставляется автоматом, плюс, еще есть плюсов DevSpace, ну, так как сейчас .NET набирает достаточно, .NET Core набирает достаточно большой популярности, то, ну, лично мое мнение за DevSpace и будущее для Common Work, для Team Work, для Team Development, плюс к этому ко всему Microsoft уже перешел к идеологии платформы The Service на базе Kubernetes, и достаточно часто у них появляются апдейты, если мы говорим про сам Kubernetes, то уже есть с поддержкой Windows Worker версии 1.15, вполне, кстати, хорошо работает, соответственно, Windows-based контейнеры мы можем запускать и работать там, если продолжаем дальше связанно с Доспайсом, если мы будем разрабатывать не под Netcore, то, соответственно, потребуется изменение Docker-файла, ну, а дальше все будет, а дальше все особенности разработки будут все тоже, то есть мы будем иметь себе код, мы будем пушить его в registry, и мы будем получать к нему доступ. по совместной разработке здесь есть неприятная вещь, которую я обнаружил, если мы одновременно разрабатываем на базе одного и того же контейнера, контейнер не лочится и записываются последние изменения, ну, это мы обнаружили где-то месяц, месяц назад, да, сообщили об этом баге в Microsoft, не пообещали исправить, не знаю, исправлено или нет, вот, но то, что этот баг был, надо отметить, давайте дальше, ну, дальше у меня есть моя сводка ресурсов, то, что я вам уже говорил о том, что используется стандартный AKS-сервис, который доступен самого Azure, и стоимость его достаточно вменяемая, единственное, что, ну, просто, чтобы вы помнили, что у AKS-а тоже есть доступность по регионам, и так же, как у Амазона, вводится оплата за трафик при трансфере, да, поэтому, кстати, еще, еще забыл, у Azure одна из особенностей, то есть, если мы используем, то, с чем мы столкнулись, это, у Azure есть одна из особенностей, при использовании разработки, там была воля кастомера, чтобы мы ему отдали уже готовое решение, при переносе DevSpace в Subscription мы должны были тушить наш DevSpace, и потом, перенося через Transition счет, мы переносили нашу подписку на Transition счет, потом переносили на клиентский счет, и уже разворачивали на стороне клиента, вот, для того, чтобы поднялся DevSpace, нам пришлось делать повторное Preparation, не знаю, с чем связано, мое личное предположение, оно связано с Environment, которые попадали у нас через Azure Login на Azure CLI в User Profile Settings, вот, но потребовало нам время, потребовало разобраться, потребовало нам наши внутренние ресурсы, для того, чтобы это сделать, просто, чтобы были внимательны на этот вопрос. Итак, теперь то, что хотелось сказать, и то, что обсудить. Из классных вещей, я вам практически все уже перечислил, вот, но давайте уже подойдем к не классным вещам. Первая не классная вещь, это завязанность на Azure. Если, к примеру, мне, ну, не хочется платить Microsoft за стоимость, то по DevSpace, даже с его удобствами, я не смогу развернуть в другом типе клауда, потому что он привязан к Azure Registry и привязан к AKS. Следующее. Microsoft на базе своих DevSpace дает нам минимальные возможности работы с Environment. то есть он нам говорит, ребят, вот у вас есть AKS-сервис, вы можете в нем создавать ваши, создать ваш namespace, вот, а насколько надо, если, к примеру, у вас тема разработки больше, чем 100 человек, ну, стандартный namespace может вам не подойти, то вы должны сразу заранее при создании namespace думать о том, что у вас команда может быть расширена и вам потребуется и вам не подойдет стандарт два машинка, да, и просто не хватит мощности для того, чтобы там использовался Work для этого namespace, то есть нам уже потребуются более мощные машины. Следующее. Это полностью designed for Azure. У нас был такой этап, когда мы думали, что мы будем разрабатывать через DevSpace Java-based application на Spring. И столкнулись с таким большим количеством проблем, что просто Гастнавер сам сказал, ребята, давайте, мы забыли про MVC, мы забыли про Spring, мы будем использовать NetCore. Тоже, да, вроде как они указывают, что они поддерживают Java Development, но в реальности это боль, страдания, это непонимание того, почему твой сервис нигитуется наружу, да, почему в AKS не сработали правила фаервола, которые должны сработать, почему, к примеру, твой, почему тенант заблочил твой деплоймент процесс, там начинаются вопросы, связанные с тем, что где, почему, как, это очень печально, как с моей точки зрения, как с R&DWOPS, чтобы с этим вопросом все разруливать, тут, и поэтому, ну, пока я не могу советовать для Java-based development, Azure DevOps, но JS, да, пожалуйста, .NET, пожалуйста, какой-то там framework 462, 461, пожалуйста, network, пожалуйста, но не Java. Ну и теперь про стоимости. Для разработки полноценного Beying Application, которое мы делали, да, у нас ушла стоимость на DevSpace что-то порядка там чуть-чуть больше тысячи долларов. Время разработки было около месяца. для расширения этого приложения, которое мы уже делали на, через Oracle Cloud на JenkinsX, на базе Java-based Application, JenkinsX у нас съел около 500 долларов, там даже чуть меньше. Вот, это при условии того, что у нас там была куча накладных расходов, связанных с тем, что нам потребовалось расширяться, нам потребовалось добавлять дополнительные ноды, нам потребовалось делать своеобразные, вкидывать уже свой свой networking между namespace, дописывать его, эмулировать какие-то возможные сбои. еще раз, если у нас есть subscription и у нас есть там какую-то часть бюджета нам позволяет разрабатывать Net Application, вот тогда да, Azure DSP, если же в противном случае JenkinsX. Также скажу в плюсы JenkinsX, это, как я уже отмечал, это кросс-клаудность, мы можем разрабатывать наше приложение в клауде, его свободно переносить, переносится на базе HelmChart, переносится в JenkinsX на базе подов, на базе тех же самых Common Container Registry, мы в Container Registry там можем свое хранить, у нас JenkinsX дает нам возможности мониторинга нашего аппликейшена, дает нам возможности на базе Jenkins для добавления различных external зависимостей таких как возможно там какие-нибудь сервис-мэши, какие-нибудь месседжки, которые у нас должны быть в нашем аппликейшене, Azure Dev Space немножко не предназначен, но здесь же опять я отмечу то, что я говорил в самом начале, что Azure Dev Space это реальный development environment, и если мы сравниваем development environment и в PCI-CD процесс, ну там к примеру, как мы сравниваем горячее и красное, это две совершенно разные вещи. Дальше по поводу Jenkins X, если честно, я не пробовал на Jenkins X разрабатывать .NET Netcore application, но более чем уверен, что он может его сформировать, ну либо же я просто костяк напишу сам и пушну его в Jenkins X и все мои девелоперы его получат. в случае с Azure DevOps, ой, вернее, с Azure Dev Space, сори, у меня в голове этот Azure DevOps висит постоянно, то тут такого не происходит, то есть я получаю себе костяк, я могу его кастомизировать, могу его пушнуть опять же назад, то есть туда можешь взять мой контейнер и продолжить с ним работать, получив себе тот же самый кодебейс, вот, но сама идея, ну, к примеру, идея VCS шаринга, вот, либо же идея VCS скелета, ну, она не организована в DevOps, вернее, в Dev Space, не знаю, может, не доработка Microsoft, а может, в следующих версиях такое будет, сейчас пока, к сожалению, такого нету, но, с другой стороны, огромные плюсы, это интеграция с Azure DevOps, о котором я уже много раз говорил, можно, ну, сейчас, по крайней мере, допиливаю, допиливаем фичу, связанную с CD-процессом, в виде того, что мы будем забирать сам Docker-файл и сформировать под него хелм-чарты свои, ну, хотя, в принципе, да, они будут формированы все на базе Dev Space, и easy to use, easy to install, easy to implement, ну, как бы, это стандартные фичи, которые должны быть во всех DevOps-пайплайнах. Вот, как бы, это все с моей стороны, такой небольшой short introduction to Dev Space, вот здесь я указал useful links, можете взять, попробовать, ну, я не думаю, что вы потратите больше, чем 5 долларов за пару дней использования, вот, зато вы поймете всю прелесть Dev Space. Спасибо. Если есть вопросы, готов отвечать. ребят, я напоминаю, что вы заметные. Спасибо. Жень, ты просто понимаешь, наверное, в том, что это реально новое решение, и не у всех был экспириенс хотя бы его попробовать, то есть, хотя бы, знаешь, сделать для себя вывод, подходит ли он им или нет, то есть, и вот, пришли ребята послушать, что я по этому вопросу думаю, я им высказал свою точку зрения, и до тех пор, пока они не попробуют, вопросов, наверное, не будет. Да-да-да, уже да. О, наконец-то. Сталин, спасибо за очень хорошую презентацию. Вот, вопрос такой, можно ли прикрутить масштабирование автоматическое к Dev Space? Нет, нет, сразу говорю, нет, нет, это боль, это страдания, нет. В Jenkins X да, можно, здесь нет. Опять же, то, что я уже говорил, Dev Space, это реально development. Мы должны заранее думать о том, сколько у нас будет девелоперов, и сколько они у нас будут там работать, связанных с разработкой нашего application, да, то есть нашей бизнес-логики, которой мы там собираемся на микросервисе, ну, не знаю, у каждого свои бизнес-кейсы. Поэтому думаем заранее, делаем заранее. Случаи с масштабированием, они обходятся болью и деньгами. Спасибо. Притом же боли больше. Спасибо. 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 Спасибо.